МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умер от кишечной инфекции. Со слов родителей, третиклассница почувствовала себя плохо после приема пищи. Ночью девочку госпитализировали с предварительным диагнозом острый аппендицит, который не подтвердился. Ребенку стало хуже. С подозрением на менингококковую инфекцию пациентку перевели в отделение реанимации. Но, несмотря на усилия медиков, утром она скончалась. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза и служебное расследование. Проводилось в течение этого времени консилиум врачебный, где предварительно поставлена диагноз негококковая инфекция. По данному случаю, пока идет предварительное рассмотрение данного вопроса, нами уже проведены ряд профилактических мероприятий с целью предотвращения возможных рисков осложнений среди контактов. 24 человека обследованы на контакте. По классу 14 медицинских работников тоже обследованы на сегодняшний день. В Атараусской области спасли десятерых рыбаков. Из-за погодных условий мужчины оказались на льду в 15 километрах от побережья Каспийского моря. В операции по вызволению участвовали сотрудники ДЧС, полицейские и местные исполнительные органы. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась. В Сатайском районе, в 25 километрах от села Забуру, на льду оказались рыбаки в количестве 10 человек, которые из-за погодных условий не смогли вернуться обратно на берег. На поисково-спасательные работы выехали 17 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. За сутки на дорогах Карагандинской области из-за плохих погодных условий произошло 4 ДТП. В них пострадали 7 человек. В черте города Караганды зарегистрировано 2 аварии, а также более 20 мелких происшествий без пострадавших. Полицейские просят граждан быть более внимательными на дорогах. Соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования, правила дорожного движения. Пешеходам также быть внимательными при переходе проезжей части и необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова